Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре седан Cherry Arizo 8. На видео автомобиль в комплектации Ultimate с бензиновым мотором объемом 1.6 литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля белый. Тормозные суппорта окрашены в красный цвет. Диски литые 18-дюймовые, с шинами размерностью 225 на 45. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги не предусмотрены. Автомобиль оснащен панорамной крышей. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сидение оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сидение можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Сидение оснащено электрорегулировкой поясничного подпора. На водительской двери расположен блок управления памятью водительского сидения. В память можно сохранить три различные настройки. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фары. Указатели поворотов левой и правой. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу в боковых зеркалах расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами с динамическими указателями поворотов. Передние противотуманные фары светодиодные. В решетке радиатора находится камера переднего вида. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 144 мм. Задние фонари светодиодные с динамическими указателями поворотов. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Блок электрических регулировок боковых зеркал. Блок управления передними и задними и задними. Электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера, информацию о давлении в шинах, индикацию систем безопасности, меню настройка автомобиля, навигацию и данные мультимедийной системы. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Круиз оснащен функцией ограничения скорости. Автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем с функцией поддержания заданной дистанции до впереди идущего автомобиля. Кнопка включения электрообогрева руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12,3 дюйма. В автомобиле установлена премиальная аудиосистема Sony с 12 динамиками. Мультимедийная система подверживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном, воспроизведение файлов из встроенной памяти и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Мультимедийная система поддерживает Hands-Free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. Автомобиль оснащен встроенным видеорегистратором. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Всего предусмотрено 4 камеры. Спереди, сзади и по бокам. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Автомобиль оснащен фоновой подсветкой интерьера с возможностью выбора цвета. В меню можно производить настройку автомобиля. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон. Индикация системы находится в боковых зеркалах. Автомобиль оснащен системой автоматического экстренного торможения. Автомобиль оснащен системой предупреждения о выходе из полосы движения. Автомобиль оснащен ассистентом удержания в полосе движения. Климат-контроль двухзонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Иконка СИНК синхронизирует передние зоны климат-контроля. Выбор направления обдува. Иконка переключения рециркуляции воздуха. Иконка АЦ отвечает за включение кондиционера. Иконка включения электрообогрева лобового стекла. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Передние кресла оснащены трехрежимным подогревом. Передние кресла оснащены трехрежимной вентиляцией. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. Шторка панорамной крыши открывается с помощью электропривода. Люк можно открывать в двух разных положениях. Люк можно приподнять. Люк можно сдвинуть назад. В потолке предусмотрена кнопка системы AeroGlonass. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Бокс с охлаждением. В нише с крышкой предусмотрены подстаканники. В основании передней панели предусмотрена беспроводная зарядка и два USB-разъема. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Под центральным туннелем предусмотрена розетка на 12 вольт. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между спортивным, экономичным и стандартным режимами. Включен спортивный режим. Включен экономичный режим. Включен стандартный режим. Включен спортивный режим. Включен экономичный режим. Включен стандартный режим. Ручной тормоз электрический с функцией Auto Hold Индикация ручника на панели приборов Коробка передач роботизированная, 7-ступенчатая, с двумя сцеплениями мокрого типа При включении задней передачи активируются парктроники и система кругового обзора Управление коробкой передачи осуществляется с помощью джойстика Режим паркинг включается отдельной кнопкой Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью подрулевых лепестков Немного погазуем Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд Оценим, как выглядит передняя приборная панель Салон от багажника отделен полкой Заднее сидение с центральным подлокотником В нем расположены подстаканники В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей Между передними креслами предусмотрены дефлекторы вентиляции и USB разъем Задние сидения оснащены трехрежимным подогревом Задние стеклоподъемники электрические Стекло при открытии опускается не полностью Над дверью предусмотрена ручка и освещение Теперь перейдем к осмотру багажника Объем багажника составляет 455 литров Боковины и пол багажника отделаны ворсом Справа в багажнике предусмотрен сетчатый карман Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов Для сложения спинки заднего сидения необходимо потянуть рычажок Спинка сидения складывается целиком Ручка для закрытия багажника не предусмотрена Ключок бензобака открывается снаружи автомобиля Объем топливного бака составляет 55 литров Теперь заглянем под капот Капот фиксируется с помощью ручного упора Крышка капота отделана шумоизоляцией Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый Объемом 1,6 литра с отдачей 186 лошадиных сил Мы с вами осмотрели седан Cherry Arisa 8 В комплектации Ultimate С бензиновым мотором объемом 1,6 литра турбо С передним приводом и с роботизированной коробкой передач Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM Ссылка в описании к видеоролику Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Major Auto Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина И какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре И самое главное, подписывайтесь на канал DROM До скорых встреч! Продолжение следует...